знаете ли вы украинскую ночь вы не знаете украинской ночь смотрите сомнение середины неба глядит месяц необъятный небесный свод раздался раздвинулся еще необъятнее горит и дышит земля вся в серебряном свете и чудный воздух прохладно душам и полон неги и движет океан благоуханьи божественная ночь очаровательная ночь недвижно вдохновенно стали леса полные мрака и кинули огромную тень от себя тихие и покойные эти пруды холод и мрак вот их угрюма заключен в темно-зеленые стены садов девственные чаще черемух и черешин пугливо протянули свои корни в ключевой холод и изредка лепечут листьями будто сердяс и негодуя когда прекрасный ветренник ночной ветер подкрашившись мгновенно целует их весь ландшафт спит и вдруг все ожило и леса и пруды и степи сыплется величественный гром украинского соловья и чудится что и месяц заслушался его посреди неба и 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 Смея сворачивались с веселых песней девушки. Разговаривал сам с собой подгулявший мужик, танцуя по улице. Коленик! Да хопак не так танцует! Да то я гляжу, что не клеится все. А что же это мне рассказывает кум? Не так хопак танцует. А что мне лгать? Не могу. Не могу не так. Я пойду. Коленик? Куда же ты, коленик? Эх, я пойду в хату. Казаку спать пора. Я пойду. Я не посмотрю на какого-нибудь голову. Он думает, черт бы явился у батьки. Что он голова, так и нос поднял. Голова, голова. Ой, я сам себе голова. Вот что? А не дальше. Вот моя хата. Баба! Позорай! Привет, баба! Позорай! Позорай тебе! Казаку спать пора! Куда же ты, коленик? Ты в чужую хату попал. Коленик! Показать тебе твою хату? Ох, покажи тебе, обездная, Малоныш. Ой, какой учтивый коленик. Надо показать ему хату. Но нет, наперед потанцуй. Потанцуй, коленик. Потанцуй, 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 потанцуй. Эх, вы замысловатые девушки. Погодите себя-то перецеловать, а? А-а-а-а! Стих-тих-тих! Стих-тих! Девушки, девушки, покажем ему хату головы, окажем. Коленик! Вон твоя хата. Вон. Я пойду у хату. Пошел в хату головы. Коленик послушно побрел в указанную сторону, принимая снова бронить голову. Весь ландшафт Спит. А вверху Все дышит. Все дивно. Все торжественно. А на душе и необъятно, и чудно. И толпы серебряных видений Стройно возникает в ее глубине Божественная ночь. Очаровательная ночь. С бандурую в руках пробирался, ускользнувший от песельников, Казак Левко, сын сельского головы. Вот он тихо остановился перед дверью хаты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Или не хочешь, может быть, показать белое личико на холод?» Да не бойся, никого нет. А вечер тепел. Сердце мое, рыбка моя, Но выглянь хоть на миг, Просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою. Субтитры создавал DimaTorzok Галя, да нет, ты не спишь, гордая девчина. Под тебе любо издеваться надо мной, прощай. Галя, Галя. Галя, 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 какой же ты нетерпеливый. Зачем выбрал ты такое время? Толпа народу то и дело шатается по улицам. Ой, я ж вся дрожу. О, не дрожи, моя красная калиночка. Прижмись ко мне покрепче. Ты же знаешь, что мне час и не видать тебя, Галя. А мне все что-то будто на ухо шепчет, Что вперед нам не видится так часто. Я примечаю даже, что мать моя с недавней поры Стала суровее приглядывать за мной. А может, может я тебе надоел? Нет, ты мне не надоел. Я тебя люблю, чернобровый казак. Зато люблю, что у тебя корее очень. Как поглядишь ты, и у меня как будто на душе усмехается. И весело, и любо. Ох, моя милая девушка. Постой. Постой, полный левка. Скажи наперед, говорил ли ты с отцом своим? Что? Ох, что я хочу жениться, А ты выйти за меня замуж. Говори. Мышь уже. Да. Что ты станешь делать с ним? Притворился старый хрен по своему обыкновению глухим. Ничего не слышит. Еще бронит, Что я шатаюсь бог знает где. Ох, не тужи. Не тужи, моя Галя. Да вот тебе слово казацкое, что уломаю его. Да. Да, тебе только стоит слово сказать, левка. И все будет, по-твоему. Я знаю это по себе. Иной раз не послушал бы тебя. Расскажешь слово и делаешь, что тебе хочется. Посмотри. Посмотри, левка. Вон далеко-далеко мелькнула звездочка. Одна, другая, третья, четвертая, пятая. А что если бы у людей были крылья, как у птиц? Вот туда бы улететь. Далеко-далеко. Солк-высок. 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 Я помню, будто сквозь сон, что про тот старый пайнский дом с заколоченными ставнями, что возле пруда. Давно-давно, когда я еще была маленькой, что-то страшное рассказывали. Левка, а ты верно знаешь. Расскажи. Да ну, бог с ним, моя красавица. Ну, мало ли чего рассказывает бабы и народ глупый. Нет, ты себя только потревожишь. Станешь бояться. Не заснется тебе покой. Да я не буду бояться. Я буду спокойно спать всю ночь. Ну, вот теперь-то не засну, если не расскажешь. Я стану мучиться так долго. Ну, расскажи, Лева. Вот, видно, правду говорят люди, что у девушек сидит черт, подстрекающий их любопытство. Ну, слушай. Давно-давно, моя сэр Денька, жил в этом доме сотник. У сотника была дочка. Ясная панечка, белая, как снег, как твое личико. Сотникова жена давно уже умерла. Задумал сотник жениться на другой. Привез сотник молодую жену в дом свой. Настала ночь. Ушел сотник с молодой женой в свою обочивальню. Заперлась и белая паночка в своей светлице. Глядит. Страшная черная кошка крадется к ней. Шерсть на ней горит, а железные когти стучат по полу. В испуге вскочила она на лавку окошко за ней. Перепрыгнула на лежанку окошко и туда, эх, висела на стене старая отцовская сабля. Схватила она ее, да бряк по полу. Лапа железными когтями отскочила. Окошко с пизгом пропало в темном углу. Ой, боже мой. Целый день не выходила из светлицы своей молодая жена. На третий, на третий день вышла. И с перевязанной рукой. Вот угадала бедная паночка, что мальчика ее... Ведьма. Ведьма. И что она ей перерубила руку. Вот выгнал в сотник свою дочку, босую издал. Ни куска хлеба не дал на дорогу. Тогда зарытала паночка, закрывши руками белое лицо свое. И вон, видишь? Видишь ты? Гляди сюда. Вон, подали от дома. Самый высокий берег. С этого берега кинулась паночка в воду. И с той поры не стало ее на белом свете. Ой. Ой, боже мой. А ведьма? О, ведьма. Ха. Ведьма. Ну, старухи выдумали. Шестой поры все утопленницы выходили в лунную ночь. В панский сад греться на месяцы. И сотникова дочка сделалась над ними главную. И в одну ночь увидала она мачеху свою возле пруда и утащила ее в воду. Но ведьма и тут нашлась, оборотилась под водой в одну из утопленниц. Тьфу ты. Верь бабам. Вот так с тех пор паночка ее и не узнала. Если попадается и кто из людей, то заставляет его угадывать, которая ведьма, а не то грозится утопить в воде. Вот. Вот моя Галя, как рассказывают старые люди. Ну, Галю. Галю. Да теперешний пан хочет строить на том месте винницу. И нарочно для этого пригласил сюда винокура. я слышу говор. Это наша возвращается с песен. Прощай, Галя. Прощай, Левка. Прощай. Прощай. Спи спокойно. Да не думай ты об этих бабьих выдумках. Прощай. Левка. Пока, Левка. Прощай. Эх, прощай. Хлопцы. Хлопцы. Да это Левка. Левка. Чувствуй. Эх, Левка. Левка. Эй. Левка. Да Левка, да полно тебе прятаться. Ступай сюда к нам. Ну, сейчас иду. Ну, чего вам, хлопцы? Левка. Ну. Идем гулять с нами. Да куда это гулять? Да ну, побесимся в волю. Поднимем переполох. На все селом. Не, 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 не. Нет, хлопцы. Не хочу. Тюха. Ну, что это разгулье такое? Да как вам не надоест повестничать? И без того уж простыли мы. Бог знает, какими буянами. Так вы сложитесь, как вы лучше спали. Не спать, хлопцы. Нет, не, не. Нет, прощайте, братцы. Спокойной вам ночи. Я спать пойду. Не, не, как знаешь, а мы пойдем. Пойдем. Как очарованные дремлят на возвышении село. Еще белее, еще лучше блестят премесяцы толпы хат. Еще ослепительнее вырезываются из мрака низкие их стены. Все тихо. Благочестивые люди уже спят. Спит ли моя снокая Ганна? Вот ее хата. Что это значит? Да это Ганна. С кем же она? Кто же этот высокий человек спиной ко мне? Эх, тень покрывает его с ног до головы. Послушаю. Да, Левка. Левка. Левка? А Левка еще молокосос. Эх, если я его когда-нибудь встречу у тебя, я его выдеру за чуб. Хотелось бы мне знать, какая-то шельма похваляется выррать меня за чуб. А я другой одет. Как тебе не стыдно? Что? Ты лжешь. Что? Ты обманываешь меня. Ты меня не любишь. Я никогда не поверю, чтобы ты меня любил. Я не знаю. Это Левка наговорил тебе всяких пустяков и вскружил твою голову. Что этот голос мне знаком? А я... Я дам знать о себе Левка. Он думает, что я не вижу всех его шашней. Попробует он, собачий сын, каковы у меня клоки. Дам я ему сейчас, треуха не устоит. Он у меня на месте. Да полно мне прятать. Куда ты, Ганна? Стой. Вадька. Левка, сын. Так это ты, Вадька. Провались, проклятый сорванец. Вот какие за тобой водятся проказы. Ты чертов, сын. Да-да-да-да-да. Дам я тебе, Ганны. А ну, ступай вслед за мной в хату. Ну, ладно, ладно, ладно. Ступай вслед за мной в хату. Ай да, Батька. Вот какие за тобой водятся проказы, Славно. А я дивлюсь, что все это могло значит, что он притворяется глухим, когда станешь с ним говорить о Ганне. Ну, постой же. Постой же, ты у меня будешь знать, как шататься под окнами молодых девушек. Будешь знать, как отбивать чужих невест. Эх, хлопцев. Хлопцы, сюды. Эй, хлопцы. Ну, что ты, Лев? Эй, хлопцы. Хлопцы, я вас увещевал идти спать. Ну. А теперь раздумал и готов хоть целую ночь гулять с вами. Вот это день. Правильно, Левка. Ох, а мне все кажется то, что когда не удается погулять порядком и настроить штул, как будто потерял я шапку или люльку. Ну, слава умны, казах да и только. Хлопцы, а нас согласны вы побесить хорошенько сегодня голову? Голову. Да. Голову. Ну, что же он в самом деле задумал? Мало того, что помыкает нами, как своими холопьями, так он еще подъезжает к девчатам нашим. Ох, вот это дело. Да если голову, так и писарь не минуть. Да не мы, не мы писаря. Да что же мы, ребята, за холопья. Да мы, слава богу, вольные казаки. Ого. А у меня, у меня как нарочно сложилась в уме славная песня про голову. Хлопцы, пойдемте-ка я вас ей выучу. Да. Да слушайте, попереодевайтесь, кто ни во что попало. Хе-хе-хе-хе-хе. Эх, что за роскошь. Эх, что за воля. Эх, как начнешь беситься. Ну, чудица, будто поминаешь давние годы. Эх, любовольно на сердце. Эх, душа, как будто в раю. Эй, хлопцы, а ну. Эй, хлопцы. Но кто же этот голова, возбудивший такие невыгодные о себе толки и речи? О, этот голова, важное лицо на селе. Голова угрюм, суров с виду и не любит много говорить. Давно еще, очень давно, когда великая царица Екатерина ездила в Крым, был выбран он в провожатые. Целых два дня находился он в этой должности. И даже удостоился сидеть на козлах с царицыным кучером. И с той поры голова, о чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет поворотить речь на то, как он вез царицу и сидел на козлах царской кареты. Голова вдов, но у него живет в доме своячница. Голова крив, но зато одинокий глаз его злодей. Голова уже давно кончил свой ужин, и без сомнения давно бы уже заснул, но у него был в это время гость, винокур, низенький толстенький человечек, признанный строить винокурню помещикам. На лежанке сидела, поджав под себя ноги, своячница. Скоро же вы думаете поставить вашу винокурню? Да, когда Бог поможет, то сей осенью может и закурим. На покрову-то я готов поставить Бог знает что, если пан Голова не будет писать крендели по дороге. Дай Бог. Теперь еще, слава Богу, винец развелось немного. А вот в старое время, когда я провожал царицу по Переславской дороге, так еще покойный безбородко. Бородко. Баба, дура! Что это? Что? Отворай, баба! А ну, пойди, открой, своячница. О! Вот я и домой пришел. Господи, да ведь это же колеет. Видишь, как растянул вражий сын с это надрогу. А, вот одурел человек. Идешь, идешь, и конца нету. Добропщик, хлопец такой. Этот старый кабан детям на смех так напился, чтоб чужой хаты затесался. Ах ты. Так ступай в свою хату, ступай. Ох, ноги как будто переломал кто-нибудь. Ступай в свою хату, ступай. Нет, а на печь я к тебе не приду. Что? Ей-богу, не приду, ноги болят. Ты старый кабан. Гляди, только не опрокинь горшка стертым табаком. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не тронь, не тронь. Ты что, может, пьяна сегодня? Брат и сын. Ах, за это люблю. Пришел в чужую хату, а распоряжается как дома. А ну, вы проводите его отсюда по-добру, по-здорову. Остасова, доставь отдохнуть. Это полезный человек. Побольше такого народу. И винница наша славно бы пошла. Эх, кто-то как старость придет. Так, добро бы еще сказать, я пьян. Так нет же, не пьян. Дай богу, не пьян. Нет. Ну, а чего мне лгать? Я готов объявить это хоть самому голове. Ну? Ну, а шо мне голова, ну? Шо? А шо б он и сдохнул, собачий сын. Шо? Фу, я плюю на его. Ну, 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 ну. Шо б его одноглазого чертовозом переехал. Э-э-э, влезла свинья в хату, да и лапы сует на стол. Шо это? Ой. Голова! Одноглазый черт! Проклятый. Так вот, если хлопцы бросили камнем в окно, Долгого человека убить. Ух, собачьи дети. Если б я знал, какой это висельник шварнул, я бы его выучил, как кидаться. Такие проказы, а? Чтоб он подавился этим камнем. Шо? 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 Надбей, бондарь голову, Ты стальными обручами. Ай-я-я-я! Хе-хе-хе-хе! Славная песня, сват. Скверно только что голову поминает не совсем благопристойными словами. Ну, что это ты? Я их сейчас прошколю хорошенько. Слушай, своячница, а ну, ступай тихонько двором и погляди, что там за висельники. Да ну, ступай скорее, да ну! Хватай ее, хватай! Ой, черт, мне почудился крик своячницы на улице. Сват, Сват, а мы с тобой выскочим за дверь и схватим, кому не попало. А ну, Сват, выбегай. Да ну, выбегай, тебе говорят. Хватайте его, хватайте! Попался. А ну, Сват, держи, держи его. А ну, тащи его в хату, тащи. Нет, ты не ускользнешь от меня. Нет, это я! Да ну, не поможет, не поможет, брат. Вези себе хоть чертом, не только бабы. Нет, нет. А я узнал эту птицу. Не беда, что рожа вымазана сажей. Ну, что ты выворачила в тулупе? А ну, Сват, тащи, тащи. А ну, Сват, отворяй комору. Мы его сейчас в темную комору. А ну, давай, вот так, сейчас. Вот так. Вот так. Вот. Вот. А сейчас разбудим пыль, Саня. Соберем десятских, переловим всех этих буянов, и сегодня же и резолюцию им всем ученик. Пан Голова! О! Пан Голова! О! Вот и пан Писар с десятским. А я к твоей милости, пан Голова. Чудеса завелись, пан Писар. Чудные дела, пан Голова. А что? Да хлопцы бесятся. Бесчинствуют целыми кучами по улицам. Твою милость величают такими словами, словом, сказать стыдно. Ну, стремнул было немного, как поднялись в постели проклятые сорванцы своими срамными песнями и стуком. Хотел было хорошенько приструнить их. Ну, да пока мне надевал шаровары, жилет, ну, все и разбежались, куда попал. А вот самый главный, однако, не ускользнул от меня со сватом. Сидит у меня в темной комой. А как он одет, пан Голова? В черном вывороченном тулупе собачий сын, пан Писар. Верно. Давайте огня. Мы посмотрим его, отворяй. Что это? Это свояченица. Свояченица. Какая нечистая сила выведила тебя так, куманно. Ты же хлопцы схватили меня на улицу в охапку. Вылетели в тулуп, вывозли сажей. А этот шатанат схватил меня. Ты скажи, пожалуйста. Что? Ты не смехнулся еще с последним ума? Что? Была ли в одно глаз и башке твоей хоть капля мозгу? Вдом, вдом. Когда он пил за меня в темную комору. Счастье, что я не ударил с головою от железный крюк. Что раньше я тебе не кричала? Что это я? Что ты? Что бы тебя на том свете стулкали черти? Ай-яй-яй-яй-яй. Я знаю. Я знаю твой умысел. Ты рад был избавиться от меня? Ух. Я долго терплю, но после не по огне вышел. Да я вижу, что это ты. Что за пропозит ты? Ну, что скажешь, пан Писарь, а? Не пора ли нам всех этих повес прошколить хорошенько и заставить их заниматься делом? Давно пора, пан Голова. Они шо думают, шо я? Их брат, простой казак, от кого голова поставлен, как не от царя. Когда я был назначен в провожатые к царице и провожал ее по Переславской дороге. Не говори, все знают, как ты выслужил царскую ласку. А, вот, властью моею и всех мирян дается повеление. Изловить сей же миг всех разбойников, сей же час. Слышите? Бегите, летите птицею, шо б я ваш, шо б вы менять. Эх, когда я провожал царицу по Переславской дороге так. Все разбежались. Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кутерьмы, медленно подходит к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это был Левко. Неподвижный пруд подул свежестью усталого пешехода и заставил его отдохнуть на берегу. Непреодолимый сон быстро стал смыкать его зеницы. Голова клонилась. Чтобы не заснуть, он поднялся на ноги и протер глаза. Оглянулся. Ночь, казалось, перед ним еще блистательнее. Какое-то странное, убоительное сияние примешивалось к блеску месяца. Тихо отошел он от пруда и взглянул на дом. Мрачные ставни были открыты. И вот почудилось, будто окно отворилось. Наперед белый локоть выставился в окне. Потом выглянула приветливая головка с блестящими очами, светившими сквозь темнорусые волны волос, и оперлась на локоть. Вся она была бледна, как полотно, как блеск месяца, но как чудно, как прекрасно. Парубок, Парубок, найди мне мою мачеху. Я ничего не пожалею для тебя. Я награжу тебя. Я тебя богатой и роскошно награжу. Она страшная ведьма. Мне не было от нее покоя на белом свете. Найди ее, Парубок. Я готов на все для тебя, моя Парубочка. Но как мне? Где ее найти? Посмотри. Посмотри, она здесь. Она на берегу играет в хороводе между моими девушками и греется на месяц. Но она буквально хитрая. Она приняла на себя вид утопленницы. Но я знаю, но я слышу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от нее. Я не могу через нее плавать легко и вольно, как рыба. Я тону и падаю на дно, как ключ. Потыщи ее, Парубок. Вот они совсем близко от тебя, Казак. Они ведут хоровод. Глядись в них, хороша это. Левка посмотрел на берег. В тонком серебряном тумане мелькали легкие, будто тени, девушки. Золотые ожерелья, манисты, дукаты блистали на их шеях, но они были бледны. Тело их, будто светилось насквозь при серебряном месяце. Хоровод, играя, придвинулся к нему ближе. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- Левка стал пристально вглядываться в лицо ей. Скоро и смело гналась она за вереницей и кидалась во все стороны, чтобы изловить свою жертву. Тут Левка стал замечать, что тело ее не так светилось, как у прочих. Внутри ее виднело что-то черное. Вдруг раздался крик. Ворон бросился на одну из верениц и схватил ее. И Левку почудилось, будто у нее выпустились когти, и на лице сверкнула злобная радость. Он вдруг указал на нее пальцем, обратившись к дому. Вот ведьма! Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, тебе не золото нужно. Ты любишь Ганну, но суровый отец мешает тебе жениться на ней. Он теперь не помешает. Возьми, отдай ему эту записку. Ох, неужели это я спал? Вот так живо, как будто наяву. Ах, чудно, чудно. Записка, записка чудно. Ох, эх, если б я знал грамоте, записка. Ну, да не бойтесь его, не бойтесь. Прямо хватайте его. Ну, чего, чего струсили? Да ведь наши, смотри, один, два, десяток. Хватайте. Страшно, пан Голова. Чего? А вдруг он того. Чего? С рогами. Да, ну, я держу заклад, что этот человек, а не черт. Ну, хватайте, хватайте. Ага, наконец, наконец попался. А ну-ка, держите его, держите. Скидавай-ка, приятель, свою страшную литину. Полно тебе дурачить людей. А ну-ка. Левка, сын, это ты собачий сын. Ах, ишь, бесовское рождение. Я думаю, какая это шельма, какой это вывораченный дурак строит шутки. А это выходит все ты, неваренный кисель своему батьке в горло. Эх, видно, чешется у тебя спина. А ну, вязать его. Постой, постой, батьку, постой. Вот. Еле на тебя отдать эту записку. Да не даст записок мне теперь, голубчик. Вязать его. Постой, пан голова. Комисарова рука. Комисарова? Комисарова. Чудно, еще не понятно. Читай, 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 что упишет комисар. Кхе, кхе, приказ голове Евтуху Макогоненку. Кхе, 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 дошло до нас, шо ты, старый дурак, вместо того, шоб собрать прежние недоимки и вести на селе порядок, одурел и строишь пакості. Вот, ей-богу, ничего не слышу. Приказ голове Евтуху Макогоненку. Дошло до нас, шо ты, старый дурак. Стой, стой. Не нужно. Я, хотя и не слышал, однако же знаю, что главного тут дела еще нет. Читай дальше, вот тут. А вследствие того приказываю тебе сейчас женить твоего сына Левко Макогоненка на казачке из вашего же села Ганне Петриченковой, а так же починить мосты по столбовой дороге. Если же по приезде моем найду оно и приказание моё неприведенным в исполнение, то тебя одного потребую к ответу. Комиссар, отставной поручик, Козьма Деркач Дришпановский. Вот что, слышите ли, слышите ли вы, за все с головы спросят, а потому слушаться, беспрекословно слушаться. Не то прошу извинить от тебя, вследствие приказания комиссара. Хотя чудно мне, как это дошло до него. Я женю, только наперед попробуешь ты на гайке. Где ты взял записку? Отлучился вчера вечеру еще в город и встретил комиссара, вылезавшего из брички. А узнавши, что я из нашего села, дал он мне эту записку и велел на словах тебе сказать, батька. Что? Что заедет к нам на возвратном пути пообедать. Он это говорил? Говорил. Слышите ли, комиссар приедет ко мне обедать. Как думаешь, пан Пысарь, это не совсем пустая честь. Еще сколько могу припомнить, ни один голова не угощал комиссара обедом. Не всякая голова голове чета. Да когда же свадьбу, батька? Свадьбу. Дал бы я тебе свадьбу. Ну, да для именитого гостя завтра вас попой обвенчает. Черт с вами. Пусть комиссар увидит, что значит исправность. Да, ну, ребята, теперь спать, спать, спать. Ступайте по хатам. А сегодняшний случай припомнил мне то время, когда я провожал царицу по Переславской дороге. И так еще покойный безбанк. Теперь пойдет голова рассказывать, как вез царицу. Пусть тебе на том свете добрая и прекрасная панночка вечно усмехается. Никому не расскажу про диво, случившееся в эту ночь. Тебе одной только Галю передам его. Спи, моя красавица, Галю. Приснись тебе все, что ни на есть лучшего на свете. Но и тогда не будет лучше нашего пробуждения. И через несколько минут Все уже уснуло на селе. Один только месяц Так же блистательно и чудно плыл В необъятных пустынях Розкошного украинского неба. Так же торжественно дышала в вышине И ночь, божественная ночь Величественно догорала. Так же прекрасна была земля В дивном серебряном блеске. Но уже никто не дивился ими. Все погрузилось в сон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова